Всем привет! Вы на канале Готовим Дома. Сегодня приготовим закусочные трубочки с грибной начинкой. Закуска получается очень вкусной и оригинальной. Испечь такие трубочки можно накануне, а начинить перед подачей на праздничный стол. Но перед тем, как мы начнем готовить трубочки, я хочу вам посоветовать канал Кристины Оловянниковой Кулинарный Микс. На ее канале вы сможете увидеть много рецептов простых и очень вкусных блюд. Кристина Пошагова и очень классно объясняет, как все это готовится, видео рецепты короткие и понятные. Переходите по ссылке на экране или в описании. Обязательно рекомендую подписаться на ее канал. Готовим тесто для трубочек. В миску насыпаем 350 грамм муки, пол чайной ложки соли, полторы чайные ложки сухих дрожжей и 1 столовую ложку сахара. Все перемешиваем. Сухие дрожжи можно заменить свежими прессованными, их понадобится 15 грамм. В мучную смесь наливаем 100 мл теплой воды и 100 мл теплого молока. Сюда же добавляем 50 грамм растопленного сливочного масла. Все перемешиваем ложкой, насколько это возможно. А дальше вымешиваем тесто руками. Так как мука у всех разная, то ее может понадобиться немного больше или меньше. Тесто вымешиваем примерно 5 минут. Оно должно получиться не жестким, а с гладкой и однородной консистенцией. Тесто собираем в шар, накрываем пленкой и ставим подходить в теплое место. Я обычно ставлю в духовой шкаф, нагретый примерно до 30 градусов. Тесто должно подойти примерно в полтора-два раза. Тесто уже подошло, обминаем его и разделяем его на две одинаковые части. Каждую часть теста раскатываем в тонкий прямоугольный пласт. Размер раскатанного теста должен получиться примерно 30 на 35 сантиметров. Тесто разделяем на полоски шириной 3 сантиметра. Каждую полоску теста накручиваем на конус для трубочек. Сам конус ничем смазывать не нужно. Тесто немножко приподнимаем от стола и накручиваем внахлёст на предыдущий виток. Обратите внимание, что тесто при накручивании растягивать не нужно, иначе при выпечке оно будет трескаться. Размер моих конусов для трубочек 9 сантиметров в длину и больший диаметр 2,5 сантиметра. Конец полоски хорошо приклеиваем к тесту, чтобы он не раскрутился при выпечке. Готовые трубочки с тестом ставим на противень. В отдельную миску разбиваем яйцо, немного его взбиваем, добавляем 2 столовые ложки воды и опять взбиваем вилкой. Приготовленной яичной смесью смазываем трубочки. Трубочки ставим в разогретую духовку до 180 градусов. Выпекаем примерно 20-25 минут. Испеченным трубочкам даем остыть и снимаем с них конусы. Они очень легко вынимаются. Если вы не хотите замешивать тесто, то еще проще и быстрее можно приготовить закуску грибные кулечки. Рецепт их приготовления смотрите на моем канале, ссылка на экране и в описании под видео. Начинку для таких трубочек можно взять любую, как соленую, так и сладкую. Главное, чтобы начинка была густая. Мне больше всего нравятся трубочки с грибной начинкой. 200 грамм шампиньонов режем небольшими кубиками. Одну луковицу тоже нарезаем кубиками. На сухую раскаленную сковороду кладем нарезанные грибы и жарим их на большом огне, периодически перемешивая. Жарим до тех пор, пока не испарится жидкость. Грибы готовы. В сковороду наливаем немного растительного масла и кладем нарезанный лук. Все обжариваем на среднем огне до готовности лука. Все немного солим и перчим. Четыре вареных яйца нарезаем кубиками. Один соленый огурец тоже режем кубиками. В миску кладем приготовленные грибы, нарезанные яйца и соленый огурец. Все немного солим и перчим. Заправляем одной столовой ложкой майонеза и перемешиваем. Приготовленной начинкой начиняем остывшие трубочки. Если начинка не хочет проваливаться до конца трубочки, то ее можно чем-то протолкнуть. Я воспользовалась ручкой от деревянной ложки. Закусочные трубочки получились очень вкусными и сытными. И, конечно же, большим плюсом в приготовлении такой закуски является то, что сами трубочки можно приготовить заранее, а начинить уже перед подачей на стол. Если вам понравился такой рецепт закуски на праздничный стол, то обязательно ставьте лайк и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Они выходят каждый день. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием!